Всех приветствую! Продолжаем ознакомиться с писанием картин по книге Великий Музей Мира. Ханс Тома, Христос и Никодим, 1878 год, холст масла 68 на 86. Ханс Тома был сыном простого плотника, но его карьера сложилась настолько успешно, что он стал директором музея изобразительных искусств и художественного училища Карлсруэ. Окончив академию Карлсруэ, Тома поехал в Дюссельдорф в те времена культурный центр Германии. Однако его живописная манера не нашла отклика у публики и творец решил отправиться в Париж, где познакомился с работами Курбе и других представителей Барбизонской школы. На становление его художественного языка повлиял символизм Арнольда Беклина, что особенно заметно в ранних работах. Таинственный полумрак, погруженность персонажей, многозначительное молчание. Картина Христоса Никодим создана в тот год, когда мастер переехал по Франку, где начался самый плодотворный период его творчества, длившийся до 1899 года. Никодим тайно под покровом ночи пришел к Христу и признал его учителем от Бога. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Вероятно, Спаситель изображен в момент произнесения речи. Он поднимает руку, акцентируя внимание Никодима, чье лицо отражает раздумие и погруженность в себя. После этого разговора мужчина стал последователем Христа. Никодим верил в его учениях, но не осмелился открыто идти за ним, поэтому его часто ассоциируют с двойственностью и нерешительностью. Сцена написана в духе символизма конца 19 века. Иисус и Никодим стоят на фоне оконного проема, в котором видно ночное небо. На них проливается божественный свет в виде золотых лучей. Между персонажами сохраняется дистанция, но наставнический жест Спасителя словно олицетворяет принятие Никодимом истинности христианского учения. Вот такое описание к работе Хаистос и Никодим, автор Ханс Тома, 1978 год. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok